На выходные синоптики прогнозируют усиление ветра в Омской области. Отдельные порывы могут достигать 20 метров в секунду. Даже такой ветер для Омска очень опасен. После каждого даже небольшого шквала во дворах жилых домов ветками усыпаны автомобили и детские площадки. Часто падают деревья и чаще всего тополя. Дмитрий Ковалев разбирался, почему они ломаются первыми и что сейчас высаживают им на замену. Три из пяти деревьев в Омске тополя. Большая их часть была высажена еще 50 лет назад. И сейчас экологи уверены, срок жизни деревьев, которые защищали горожан от промышленных выбросов, истек. Сильные порывы ветра валят тополя на личные автомобили, общественный транспорт, детские площадки. Все дело в том, что тополь не переносит экстремальных морозов. Из-за холодов разрушается древесина внутри ствола. На глаз определить, опасно дерево или нет, практически невозможно. Только специалисты замечают глубокие продольные трещины. В зимнее время образуются такие, скажем, вертикальные трещины. Вот, скажем, вот где-то, да, вот она вертикальная была где-то трещина. Вот, ну, она, собственно говоря, как бы заросла. Вот, но явно, что древесина там внутри тоже нарушается. Сейчас в Омске отказались от посадки тополей. В приоритете кустарники и долгорастущие березы, яблонь и хвойные породы. Даже если жители микрорайонов захотят высадить тополя, им попросту не разрешат. При озеленении города ориентировались на те породы деревьев, которые быстро росли и хорошо приживались, были неприхотливыми. И в основном это был тополь. То теперь стало понятно, что это неудачная идея, потому что тополиный пух вызывает аллергические реакции у людей, раздражает их в конце концов. Ну, а огромные стволы деревьев оказались, как выяснилось, непрочными. Тополя – основной объект санитарной вырубки для городских служб. Решение о сносе каждого дерева принимается специальной комиссией. Однако не всегда на месте тополя появляется равноценное по свойствам дерево. Например, хвойные породы, хоть и очень дорогие, практически бесполезны рядом с автомобильными дорогами. Они не справляются с выбросами углекислого газа. Дмитрий Ковалев, Евгений Слепов, Антон Щетинин. Новости здесь, Омск. Можно ли заменить тополя и чем? Во сколько это обойдется городу? И насколько эффективным с точки зрения экологии будет такая замена? Смотрите подробности в итоговой программе «Омск здесь». Эфир в субботу в 20.00 и в 23.30. Продолжение следует...